Продолжим играть с человеком под ником LovePlayChess. Таким, видимо, сильно моему сверленнику нравится данная игровая зона. Конь c6, ну, сыграю 2-0. Да, e5 c4. Кстати, это довольно неплохая схема за черный. Но, правда, все-таки положение коня на f6, мне кажется, скорее выгодно белым. Потому что вот эта вот схема с g6, конь e7, слон g7, на мой взгляд, более интересна за черных. Конь e6 обычно не играют, сразу сначала ставят h6, но, может быть, ход конь g5 особо-то мне ничего и не дает. Пойду a3, может быть, хочу b4. В целом, наверное, полезный ход h6. Здесь его придется поменять пару коней. Но, с другой стороны, в принципе, у белых меньше пространства, но сильные белые поля. Если у белых меньше пространства, это означает то, что разгланы им должны быть выгодны. Немного абстрактные, конечно, рассуждения, но какой-то резон у них, мне кажется, есть. Черные хотят, скорее всего, пойти конь d4. Поблемо поставить слона e3. Не могу сказать, что здесь он расположен очень хорошо. Но, с другой стороны, кое-какие функции все-таки выполняет. b6, это профилактика. Да, и мне, конечно, стоило сыграть ферзь d2, потому что вот это вот размен явно в пользу черных. С другой стороны, я попробую взять пе... По крайней мере, я отнимаю поле d4 навсегда, а поле d5 у меня остается. Да, но сейчас черт сыграет конь e7, конечно. При веса белых мало что останется. Да, не совсем понятно, что делать. Продавить ферзь его фронт пока не получается. Попробую сыграть b5, или черный пойдет конь a5. Это будет означать, что их конь будет сильно ограничен. Или вот так поменяю еще пару фигур, и я попробую побыстрее вскрыть линию. А, ну да, это, конечно, не выглядит очень убедительно, если честно. Соперник уже хочет провести d5. Надо что-то делать. На ферзь c3 последует ферзь g5. У меня проблемы с пешкой e. А как иначе не пустить d5, я не понимаю. Неприятно. Попробую заслать слона, и после d5 пойти ферзь c3. Ну да, как только я цырял, я, конечно, понял, что идея так себе. Мягко говоря. Пытаюсь провести e4. Да, у белых явно хуже, и очень мало времени. Ладно, вот тут у меня есть удар e4. Ну, неожиданно. Ситуация резко улучшается. Может быть, не очень резко, но... Мне все не так плохо, как раньше. Наверное. Может быть, все равно довольно плохо. Висит здесь. Попробую войти опять. Нужна контр-игра. Хочу взять на b6, сыграть ладья a2, и попытаться пролезть с ладьей. f4. Все равно так сыграю. Конечно, последует ладья b4. Да. Так, на позиции объективно примерно равная, но 26 секунд против минуты 45, конечно, не радует. Потому что если я буду играть неаккуратно, то и позиция равной не будет. А если активизировать ладь, ну да, здесь уже, скорее всего, и позиция объективно-безнадежна. Может быть, и нет, но 15 секунд вообще не оставляет шансов. Теперь она палится просто ничейно объективно. Хочу пойти с g6. Теперь она куда-то надо, видимо, брать на g5. У меня пару ладьев. Пью здесь. Просто ничья. Может быть, не провезет, и флаг рубить не будут. Видимо, все-таки будут. Нет, будут. Ну, в общем-то, в некоторой степени повезло. А пока всем спасибо за внимание. Продолжаем матч с этим весьма неплохим шахматистом. Удив шахматист. Предо bağ жди umaaa. Ага. Teachingspadas темпиады. Signal. не на платформа. А вместо delдемные терп casa fühまだ